Ус! Ус! Всё, всё, что ты знаешь? Пока да, пока да. Но сейчас тебя научат настоящие профессионалы, потому что у нас в гостях Алексей Ермаков, это призёр всероссийских соревнований, международных соревнований. Чёрный пояс, первый дан, и Дмитрий Скадоров, серебряный призёр первенства Европы, второй Q. Ребята, здравствуйте, доброе утро. Ус! Теперь рассказывайте, что такое Q и что такое дан, чтобы мы сразу поняли, с кем мы рядом стоим. Q – это ученическая степень, то есть это пояса от белого до коричневого-золотой полоски. Юношеский разряд, да? Да, ну, по-советски. А уже данный – это мастерская степень, то есть от первого и десятый был уже основатель. А пояс какой дан? Чем отличается? Чёрный пояс, данный – это чёрный пояс. То есть вот полосочка – это первая. Одна полоска – первый дан, две полоски – второй дан. Чем больше полосок, тем круче дан. А с какой дан максимальный? Десятый – это был основатель. Датый? Ну, круто. Отлично. Ну что, начнём? Начнём. Чего начнём? Вот давайте вот как будто, может же вам взрослые люди прийти позаниматься? Конечно, без проблем. А ходят? Ходят. Некоторые приводят своих детей на занятия и сами остаются, дети уходят, а взрослые занимаются. Ну, вот к вам пришёл взрослый, пока без детей, поэтому мы с ним осторожны, кстати, там, не бейте куда не надо. С чего всё начинается на первом занятии? Ну, смотрите, наше занятие, прежде всего, это дисциплина. Угу. То есть, каратур… Сразу чем ходи? Чем отличается от других видов спорта, что, ну, основной аспект наш – это дисциплина. Общая физическая подготовка, гимнастика, подготавливаем тело для тренировок, даём базовые стойки, базовые удары, что постепенно переходит уже в боевой какой-то. Да, всё, дисциплина есть. Дисциплина какой-то, дисциплина есть, будем считать. Дисциплина есть, базовая. Стойка санчиндача. Санчиндача? Санчиндача. Ножки вовнутрь, скосолапили, носочек, пяточка на одной линии, ручка перед собой. Одну руку вперёд, вторая возле груди. Угу. Кулачок чуть-чуть вниз, можно, да, поправлю? Конечно, конечно. И на счёт меняем руки, наносим удар. Счёт. Ударили. Эй. Сан. Шей. Таково. Семь лет. Это какой у нас язык? Это на японском языке всё. И всё, ноги можно уже... Всё, ноги в исходное положение возвращаются. Всё. Как-то, значит, просто выглядит всё. Выглядит всё просто. Это сначала, это подготовка, то есть уже к боевой технике, когда в боевой стоечке мы уже наносим непосредственно удары. Но где связь? Ведь мы, когда стоим, мы наносим удары вот так. Мы отрабатываем, смотрите, мы отрабатываем основные движения. То есть у нас не просто руки работают, у нас работает всё. Ноги, таз, весь корпус. И отрабатывая именно вот эту базу, мы подготавливаем тело, чтобы оно выучило эти движения. Потом мы меняем положение рук, а остальное, а все техника остаётся. Скажите, а когда вот происходит бой, вообще какая-то защитная амуниция есть у каратистов? Как в боксе, там, шлем, перчатки хотя бы? Смотрите, то есть у юношей перчатки на руки, защита на ноги, на пах. Мужчин только на пах. Всё, то есть мы голыми руками, голыми ногами дерёмся. Ну, это же травмоопасно. Ну, понятно, травмоопасно. Мы же подготавливаем тело. Ребят, скажите, вот в детстве, когда все смотрели боевики, Роман от Богданов, допустим, да, смотрел боевики и думал, вот как так Чак Норрис делает или Ван Дамм? Прыгает и вертушка с разворотом. Или не прыгает, а просто вертушка. Вот это реально вообще в современной жизни или это кино? Годы тренировок и всё реально. Годы? Годы. А вы владеете таким? Обязательно. А можем показать сейчас нашим зрителям? Конечно, можем. Давайте. Вот нам понадобится что-то из защиты. Да. Возьмём лапы, на которых будем отрабатывать. Какие-то маленькие лапки сильные. Достаточно. Так наоборот. Наоборот, это точность. Голова же тоже небольшая. Согласен. Хорошо, что у меня такая. Удар с разворота. Вов! Ваши гели. Понял. Ну и надо сказать, что несколько видов ударов с разворота бывает. Бывает как в корпус, так же в голову. То есть возможен удар в корпус. И вот возможен удар уже в голову. Также можно бить в прыжке. В прыжке. Как один, так и в другой. Можно Антон, чтобы попробовал тоже? Конечно. Давайте покажем, как это всё делается. Прыжки, Антон, давай. Прыжки, да. Сначала-то надо на земле потренироваться, как парашютист. Какой ногой? Левой или правой? Тогда сидя попробуй. Давайте так же, как вы. Тогда правой. Тогда правой, окей. Первое, что мы делаем. Я отойду подальше. Там не зацепило Антона. Нет, нет, нет. Ставьте рядом. Первое, что мы делаем. Мы разворачиваем корпус и смотрим на соперника. А если это соперник? Вот ты где! Сюда иди! Вот так бы сделал начинающий, но мы уже профессионалы почти. Дисциплина. Это белый пояс. Дисциплина. Разворачиваемся. Поднимаем ножку правую. Как можно выше. Чем больше мы зарядим колено, тем лучше будет удар. И выпрямляя, у нас должно быть движение, выпрямляем и сгибаем ногу. Тем самым придавая скорость. Ага. Ага. Хоп. Я получаю. Теперь нужно попробовать на лапах. Я уже пошел красить пояс. Я пока только с корпусом, наверное, могу. Ну ладно, хорошо. На лапах надо попробовать. А, тело мы вниз, да, как бы? Нет, вниз не наклоняем. Тело ровно у нас. Мы крутимся только вокруг своей си. Растяжка должна быть, да? Тело не надо. Да, растяжка должна быть, конечно. Обязательно. Я ее как раз забыл сегодня. Хоп. А блинолиум ногой или что это? Так, давайте попробуем еще раз. И чуть-чуть побыстрее делать разворот. Ой, ох, ох. Себе. Ты ходил уже? Нет, я посмотрел первый раз. Правда. Давайте еще раз. Ты себе этого кино смотрел в видеосалоне в Багучанах? Ну вот в последний момент только удается посмотреть на вот эту лапу. Смотрите, Антон, там может я теперь буду... То есть надо как бы цеплять на себя, да? Да, да, да. Просто за счет выпрямления и сгибания ноги придается скорость удара. Если мы будем бить прямой ногой, то удар будет немножко такой заторможенный. Алексей, скажите, а вот важно какой частью ступни попадет? Вообще пяткой желательно. Давайте еще раз. Пяткой. Я заряжаю пятку. Давай, заряжай пятку. Твоя пятка очень опасна. В Красноярске твоя пятка известна всем. Вот я не сейчас не видел прям куда летит нога. Я веню, Антон, блестяще. Я даже хочу сфотографировать. Подожди еще раз. Подожди, подожди секунду, это же просто... Ну давай. Давай, я хочу в момент запечатлеть, когда твоя пятка соприкасается с лапой. Давай, раз. Готов? Два, да. Именно когда ты фотографируешь, ничего не получается. Еще раз. Все, заключительный раз. Давай. А? Потрясающе. Слушайте, я понимаю, что мало чего я делал сейчас правильно, но все-таки это очень интересно. Рассказывайте, что у нас вот здесь лежит. Это называется рыцарь. О, а вот так он выглядит. Да. Рыцарь после боя. Вкратце, одевается на корпус защиты. Это у нас идет на ноги. Вот таким вот образом. Ну все застегивается. И уже отрабатывается, моделируется бой. Давайте проверим. Можно, да? Или это... А кто, конечно, играет роль рыцаря? Тот, кто недавно пришел. У кого сторонник? Нет. Младший пояс, да? На самом деле, вы правы. Младший пояс – это рыцарь. Это рыцарь. Нет. Постоянно меняемся. То есть у нас сборная, когда готовится, именно это очень важный такой элемент подготовки. Держать удар тоже научиться как-то... Здесь не держать удар. Здесь именно временные интервалы отработают. Все липучки разолепить. Моделируем всю картину боя. То есть все. Мы здесь встаем и начинаем работать все отрезки времени, которые у нас идут в бою. Вот у нас лишняя липучка. Ничего лишнего нет. Это тебе. Ага. Итак, верхняя часть рыцаря у нас готова. Но здесь тоже просто отрабатывается удар. Здесь отрабатываются удары, да. То есть мы просто все встаем. Все, и начинаем. Руками, ногами. Главное не промахнуться, по-моему. Нет, мы не промахнемся, потому что у нас уже удары отработаны. Да, вот с учениками проблема. С учениками. Сила есть, а точности нет. Вот как это и отрабатывается. Сначала техника, конечно. Сначала это все на месте. Стоечки без рыцаря. Да, потом это уже на макиварах, более таких небольших снарядах. Угу. На точность. Как втянуть игр. Дальше на силу отрабатывается скорость. То есть это же все постепенно, постепенно, постепенно. Великолепно. Ну, у меня просто такой вопрос. Есть ли перспектива? То есть есть ли люди, которые во взрослом возрасте к вам пришли и... У которых уже, не знаю, позвоночные грыжи, ради пули, плохое зрение. У которых, да, что-то получилось. Есть. Смотрите, мы, во-первых, проводим турниры для любителей. Для тех, кто именно пришел уже во взрослом возрасте. Набираясь опыта, они переходят дальше. И на уровне края они выигрывают турниры, занимают призовые места. Это великолепно. Ну что ж, я думаю, что многие захотели сейчас к вам прийти. Можно, да? А женщины тоже приходят? Да, конечно. Поэтому ждем всех желающих. Ну что ж, спасибо большое. Мы говорим, спасибо большое, что вы к нам пришли. Вы сегодня незаменимый человек. У нас в гостях Дмитрий Скоторов и Алексей Ермаков. Замечательные ребята. Я думаю, многие захотят теперь прийти. Скажите, как называется ваша школа? Федерация Красноярская общественно-спортивная организация Федерации Киакусинка и Карате. Великолепно. И как нам попрощаться? Есть ли прощание? ВОС! Мы сказали вначале, а концерт это... Да это и приветствие, и прощание, это все. Это вообще еще и вОС! Давайте все вместе, вчетвером. ВОС!